Одним из тех, кто участвовал в Сталинградской битве и видел ее собственными глазами, является наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Сегодня Василий Васильевич принимал гостей и поздравления в честь памятной даты. Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Василия Васильевича Вертеля с 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве пришли глава Славянского района Роман Сенеговский, глава города Александр Берсенев, председатель районного совета Григорий Литовко, руководитель Славянского совета ветерана войны и труда Вячеслав Салмин. Они поблагодарили ветерана за личный вклад в общую победу над фашистской Германией и пожелали здоровья и долгих лет жизни. Кстати, в августе этого года Василий Васильевич отметит 100-летний юбилей. На фронт Василий Васильевич ушел в 1941 году и провоевал до конца войны. Был четырежды ранен, награжден двумя орденами Красного Знамени и тремя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Был участником трех парадов в Москве. Василий Васильевич служил в разведке. В 1942 году его дивизию перебросили под Сталинград. Бои были настолько кровопролитные, что за считанные дни от дивизии, а это около 12 тысяч человек, в живых осталось только 360. Там сейчас в столице Чернышевской стоит памятник нашей дивизии 33-й, где мы приняли первый бой. Из Баяма через Калач, это до Калача 70 километров, и от Калача до Сталинграда 90-й. Вот мы с Баяма отходили до самых стен Сталинграда. Наша задача была придержать немцев на 4-5 дней для подхода основных сил наших войск. И вот Сталинградская битва – это страшный суд. Это за каждый домик, за каждую улицу сражались наши солдаты. Это сидели на бросок гранаты. Друг друга слышно, как разговаривают немцы. Они слышат нас. Это была страшная битва, страшная. Такой, наверное, не будет нигде. И не было, и не будет. Так что Сталинградская битва – это решающий, решающий разгром немецких войск в России. Оттуда уже немец нигде не мог задержаться. Ни на Дону, ни на Кубани, ни на Волге, ни на Днепре, нигде. Это был уже полный разгром немецких войск. Начало от Сталинграда. От Сталинграда Василий Васильевич дошел до Кенигсберга. Географию своей страны, а также Украины, Белоруссии, Европы знает не из учебников и карт. Он по всем этим землям прошел собственными ногами, участвовал в освобождении десятков городов и сел. Видя, какие сегодня разворачиваются события в мире, как приверженцы фашизма снова убивают людей, он всецело поддерживает наших ребят, участников специальной военной операции. Василий Васильевич уверен, как и тогда, в 1945-м, победа будет за нами. Это наши внуки, правнуки, это наше молодое поколение, которое защищает народ, наше государство, нашу Россию. Правильно, надо было раньше начать, как говорится, плацдарм американский под самой, как говорится, Москвой. Разве можно было допустить это? Ни коем случае нельзя. Ну, ребятам, конечно, тяжело, потому что сейчас новая техника, новая артиллерия, новые приспособления. Раньше рукой бросали гранату, теперь гранатометы и так далее, и тому подобное. Сейчас тяжелое положение. Тяжело ребятам, но я думаю, что это они выдержат, они свое возьмут. И победа только должна быть за Россией, только. Никаких спусков нет, только за Россией. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok